Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Тысячи тонн выше нормы А он не перекроет главный путь? Ничего, ничего, сманеврируем Простите, пожалуйста, скажите, во сколько приходит 507? А вот он подходит Да, но это же товарная Зоя! Федя! Зоя! Почему товарным и на паровозе? Случило что-нибудь? Потом, потом расскажу, пойдем Эй, Сталива! До свидания! Если надо чего, напиши! Напишу! Испачкался весь И костюм испортил Ничего Игра стоит свеча Пойдем Гражданин, дайте пройти Гражданин! Простите, пожалуйста Субтитры создавал DimaTorzok Сумма двух синусов равна удвоенному произведению синуса полусуммы на косинус полуразности их аргументов. Их аргументов. Сумма двух синусов равна удвоенному произведению мальчика. Батька спит. С ночной пришел? Ага. А мама? Уже встала. Ой, что это? А это тебе, мама. Что это, Федя? Сейчас увидишь. Спасибо, сынок. А отца не забыл? Работает по принципу водяной турбины, мамочка. А это кому? Положи на место. Понятно. Я прошу тебя, друг Данила Максимович, сделать из моего сына настоящего инженера, металлурга. Подробности о себе он расскажет сам. Заранее благодарю тебя, твой А. Стрельников. Саша. Молодость вдохнула. Мы с вашим отцом жизнь начинали. Сидите, сидите, сидите. А вы на заводе никогда не работали? Нет. Защитил диплом. Направили в аппарат главметаллосбыта. Копия. Что? Глаза, нос. А. Да. Все говорят, похож. Вылитый отец. Вот потом в апплан перевелся. Ну, а теперь решил поближе к металлу. Здравствуй, Наденька. О, Шабалин. Уже из отпуска. Что ж так быстро? Да так получилось. Даня Максимович у себя. Да он занят. У него новый инженер. Подождем. Ну что ж, можете написать отцу, что просьбу его выполню. Спасибо. А пока присмотритесь. Подобрите себе подходящую работу. Заходите. Всего доброго. Спасибо. До свидания. Данил Максимович, можно? Шабалин! Заходи, заходи! Простите. Кто это, а? Это наш столевар, Федор Шабалин. Ага. Скажите, пожалуйста, а инженер Яснова у вас работает? Зоя Ивановна? Да. В техническом отделе. Руководитель стали плавильной секцией. Ага. И вот три лучших машиниста сели на паровоз и повели его. Один из них показывает наивысшую скорость на прямых участках пути. Другой на кривых. Третий класс наберет подъемы. И втроем они состав большой грузоподъемности привели раньше графика. Ага. Так. Значит, один паровоз, три машиниста водить будут. А сила? Да нет, Данил Максимович, один. Но гораздо быстрее, чем раньше. Вот бы у нас так, а? Собрать на печь пять лучших столеваров. Отец мой завалку по-своему ведет. Я заливка чугуна, чекинг плавление, а шахрайка роль доводки. Поработаем недельку и освоим лучшие приемы. Ага. Ох, а заводила ты, честное слово. Но как я столеваров с других печей сниму? Кто вместо них работать будет? Подручные. На вашей печи там выйдет толк или нет, неизвестно. А на них печах... Явный урон. Так зато потом выиграем. Ведь всего несколько дней. Да не могу. Алло, да. Кто? Шахрай? Да подожди, да не кричи. Да не кричи я тебе говорю. Что? Так что нам у тебя стресклось? Сейчас я сам приду. Вот тоже туз. И твой отец не легче. Вот как я их вместе сведу на одной печи? Ну это уже моя забота. Значит согласен, да не Максимович? Только ты меня знаешь, я сходу решать не берусь. Ты, пожалуйста, дай мне подумать. Ну подумайте, подумайте. Только я не отступлюсь. А ты меня за горло не бери. Понимаешь? Только от твоих идей, знаешь, голова пухнет. Отдай галстук. Ну я тороплюсь, Майка. Отдай, что я говорю. Положи, положи на место. Ну? Федя, а сколько до свадьбы ухаживать полагай? Ну кто как. А ты что, замуж собираешься? Да нет. Это я тебе имею в виду. Поел бы, Феденька. Некогда, мамочка, некогда. Ведь не скоро вернешься. Ну вот, мамочка, что делает любовь. Да ничего из этой любви не выйдет. Ну почему она к нам никогда не приходит? Значит, у нее нет серьезных намерений. Да и не пар он ей, рабочий. Трудно до нее дотянуться. Ну как ты можешь так говорить, мамочка? Вот она инженер, а к нему за советами обращается. Да. Ну да, а ты говоришь рабочий. Что ты? Здравствуй, Зоя. Твои любимые. Зачем ты приехал? Неужели нам не о чем поговорить, Зоя? Нет. Зоя. Пусти меня. Что с тобой, Зоя? Это и так. От радости. Хорошая ты моя. Любишь. Ты люби меня, Федя. Очень люби. Меня по-настоящему еще никто не любил. Что ты говоришь, Зоя? Это и так. От счастья. Пойдем прокатимся с ветерком, а? Ах. Ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха-ха-ха! КОНЕЦ 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 Тихо, полуношник. Ну как, батя? Прикладистая, настоящая бельгийская. Бери выше. Тула сам знали. Там мать уже наставила. Что ж ты с санатория сорвался? Не понравилось. Понимаешь, батя? Встретил я там машинистов. И ввязался с ними в опытную поездку. Слыхал, я уж в курсе. Опять новая идея. Вот бы у нас так, батя. Вместе. Это как же вместе? Встать на одну плавку. Ты. Смотри сюда, смотри. Ты. Чекин. Шахрай. Я. И я, если возьмете. Шахрай. Да тише, мать, разбудишь. Так вот, если мне понадобится, я подыщу себе учителя подостойней, а ученика посмышленнее. Ну, напрасно, батя. Ты свое самолюбие выше всего ставишь. Мастерство не самолюбие. Не уверен. Как это, не уверен? Да все говорят, что шахрай в доводке плакаю первый. Шахрай? Так вот, сделай подарок своему шахрайу. Батя. Батя. Ну, в выпускном вечере у меня будет такое платье. Весь низ в оборочках. Рукавчики до сих пор и тоже в оборочках. Вот такое декольте, а в талии туго-туго. А выточка вот так идет. Красиво? Да. А сейчас гладкие платья носят и узкие, а оборочки не вводят. И ничего подобного. И такие тоже носят, правда? Конечно. Ну, что ты знаешь? Валя, Оля, ну перестаньте же. Ой, девочки, странно как-то. Старые заботы кончились, а новые не начались. Скоро начнутся. Вместе сказали, хватает за черное. Загадала? Ну, конечно. Ну что, поступить в институт. А ты? Говори, соврешь, не исполнится. Ну, говоришь. Ну, скорее. Замуж выйти. А-а-а! До свидания, девочки. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Женя. Ну что, золотая? Ага. Я так и знал. Ой. Папа! Золотая! Женька, давай сюда. Здравствуйте. Ну, ты, как раз, как раз кобеду. Заходи. Проходи. Ну, а ты шо ж сел? Проходи к столу. А поток директорша обняла меня, расцеловала и говорит. Я уверена, Майя, ты будешь достойным представителем нашей школы в университете. Пирог. А гривень их запекла? Запекла. Ну, вот, Майя, теперь надо решить, какой вуз поедешь. Я вуз не собираюсь. Мы решили всем классом идти работать на завод. Как на завод? Одна медалистка на два класса, а ты на завод. А медаль нужна мне из гордости. А я тебя в институт силком по влаку. А в цехе кто первый? Шабалин отец, а Шабалин сын. А в школе Майя Шабалина. Верно сказано. А чего ты удивляешься, Митя? А ты не свой, Ся. Да погоди, ты погоди. Так вот, дочка, прабабка у нас формобщицей в Литейном была. Дед Горновой, мы с Федькой Столивары, а из тебя я ученую сделаю. А почему это я буду традиции семьи нарушать? Вот есть династия Корбовых, а теперь будет династия Шабалин их. Я тоже в Мартен пойду. Мартен? В химическую лабораторию. Да кто тебя там ждет? Ждут. Жаль, он же договорился. Так это ты воду мутишь? Майя правильно решила. Не напрасно вы так с ней вулканически. Это у вас пережитки. А ну-ка, ишь отсюда. Папа, как ты можешь? Ишь, теперь я распустил. Да что ты, что ты, Митя, Митя. До свидания, тетя. Пережиток, не дожиток. Папа, ты, ты, как тебе не стыдно жить? Куда? Пусти, пусти меня. Вот и не заметили мы, как дочка-то выросла. Женя, а может отец прав? Что? Может мне действительно надо поступать в институт? Что ты, Майя, гни свою линию и все. Не отступай. Ага. Вот. Ну я пойду. Давай, иди. А с Дмитрием Трофимовичем я поговорю в цехе. По рабочему. Один на один. Чего ты? Не идет тебе эта шляпа. Ведь я мог поехать на любой завод. В любой город. Но поехал сюда, потому что ты здесь. Я все понимаю, Зоя. Ну хорошо. Тебе очень тяжело было, да и сейчас нелегко. Но поверь, я уже не тот. Я столько пережил за эти три года. О, я это уже много раз слышала. Ну хорошо, хорошо. Ну виноват перед тобой. Прости. Ну во имя нашей любви, прости меня. Любви? Какой любви? От нее ничего не осталось. Даже ненависти. Все в пепел перегорело. Ты для меня чужой. Пойми, это ты чужой. Так во имя чего прощать? Во имя чего? Странно. Во имя будущего? Во имя семьи. Нашей семьи. Простите. Нет, нет, проходи. Проходи, проходи. Не смущайся. Ты нам не помешаешь. До свидания, Геннадий Александрович. До свидания. До свидания. Проходи. Проходи, проходи. Рассказывай. Зоя Ивановна, понимаете, мне очень легко дается математика. Но я как подумаю, что мне всю жизнь формулы выводить. А квадрат плюс Б квадрат. Что, отец-то настаивает на своем? Угу. Я сама жалею, что не начала с завода. Правда? Мне иногда, Майя, мне иногда так тяжело. Хожу по цеху, присматриваясь, хочу спросить. И стыдно. Почему? Я инженер и как-никак пишу диссертацию. И не спрашивать тоже нельзя. И вот не знаю. А кто это у вас был? А это инженер из завода. Интересный. Машинист в 18-го грамма. Подойдите к начальнику. Машинист в 18-го грамма. Подойдите к начальнику. Я полагаю на первое время начальником смены. Сразу. А что? Хм. Не боги горшки обжигают. Горобец! Так. Как плавка? Нормально. Сколько углерода? Ну, это нам должна сообщить лаборатория. Лаборатория. А если нам надо срочно? На глазок. На глазок? Да. Трудно сказать вообще-то. Ну, что ж теперь делать? Теперь? Греть? А хотите мастером командовать? Я ищу вас. Здравствуйте. Здрасте. Новый инженер? Знакомьтесь, Стрельников. А это наш порторг. Цеха. Извините. Чекин. Да. Вот этот инженер. Так. Хочет подручно поработать. Определив бригаду. Это он правильно, Данил Максимович. То печени не дал, тот инженером не бывал. Звонили из Москвы. Интересовались, как план. Завтра пускаю десятую. К концу месяца план дадим. Да. Заходил ко мне Шибалин, младший. Федор. Делился мыслями. Насчет опытной плавки. Да. Сейчас не пойдем. А почему так с ключа? У них там на транспорте свои законы у нас свои. Есть другая точка зрения на этот вопрос. Тем более. Что тем более? Много точек зрения. А может сговоримся? Соберем Столивара. У меня до вас вопросик, товарищ секретарь. Да. Как нам за эти дни гроши платить будут? Нам же нужно не одну плавку сообща провести. Несколько. Зарплату одного придется на пятерых делить, товарищ Шахрай. Ха-ха-ха. Интересно получается. Мало того, что учи, да еще и своего кармана приплачивай. А? Что значит учи? Тебя учить будут. Неверно, батя. Каждый учит. И каждый учится. А я ученый. Вот она моя наука. Ну а насчет зарплаты? Да при таких заработках нам и поджаться можно. Это у вас заработки. У Шабалиных. Вот ты работаешь, отец. Сестренку в цех устроил. А я один, брат, тянул. Ха-ха. Вот так карусель. Дети в школу собирайтесь. Вы куда, Алексеевич? Мне учиться поздно. Вот. Проживу как-нибудь и без этой академии. Посиди. А знаете, почему он воду мутит? Еще один патлетик у газеты. Вот был я какой. Славы ему мало. Не заправьте. Это же поклев. Саревара подозрит. Ну вы варим. Да сами. Федор такое дело поднимает. А вы? Вы знаете, что если мы сэкономим полчаса на флавке, то один наш завод даст больше тысячи, то он станет сферплановым. Я подчитал. Честное слово, все подчитал. Мой мистер-герой. Правда, Федя? Не можем столько Сталин дать? Да не можем. А что вы, товарищи? Тихо, ребята. Илюков! Не можем, что вы что-нибудь. Сопрыщи. Что это? Как дети. Давайте ближе к делу. Ну так как? Дмитрий Трофимович, вы скажитесь. Это предложение, я думаю, на семейном совете проработано. Ну, в этом цехе я же не одного выучил сталь варить. Это мы знаем. А ты помолчай, Лешка. Разве тебя плохо учил? Хорошо. Спасибо, Трофимович. И не отказываюсь учить. Приходите, смотрите, спрашивайте. А мне здесь учиться? Не в кого. Товарищ Бессонов, ведь Федор же предложил... Подожди-ка. Федор ведь предложил стоящее дело. Крупицы опыта, что разбросаны во всем коллективе. Ведь он же решил собрать и слепить единый каравай. Ведь товарищ, тоже рассуждать нечего. Каждый ведь выгадывает. Отдает на одно зерно, а получает сколько? И чем больше отдает, тем больше получает. Вот именно. Вот такие, как Лешка Беляков, они же сходу цепляются. Получить-то он получит. А отдавать-то ведь нечего. С тебя много возьмешь. А что же вы ничего не скажете, товарищ Чекин? Хотелось бы знать ваше мнение. Да что Чекин? Чекин рад бы со всей дорогой душой. Ну, как они? Видишь, со всей дорогой душой, как они. А у них в мозгах-то еще не улеглось. Нет, а его что нужно было подождать. То есть как подождать? Данил Максимович, я вас не понимаю. Что вам-то мешает проверить метод Шабалина? Усталость или техническая трусость? Ответственность, Зоя Ивановна. А потом, кстати, ведь вот вами же технология разработана. А, еще свежей красочкой пахнет. Вы от нее отказываете? Да, но там не сказано, что нужно глушить инициативу. А кто, а кто глушит? Да вы же сами. Сами же вы и глушите. А, вас заглушит. Правильно, Зоя Ивановна. Не слышали? Где там сказано, чтобы глушить? Правильно? Наоборот, кто-то поддерживает. Поддерживать нужно. Так что же мы решим, товарищ Бессонов? Решаете вы, специалисты. Не могу же я заставить вашего отца и Шахрая найти общий язык. Только мне кажется, без общего согласия это дело не пойдет. Так что повременим, пока уляжется в мозгах. Ну ничего, Федор, без них обойдем. Пошли. Сделаем все это сами. Соберемся. Мы поможем. Я же доказывал Шахраю, сколько мы можем дать стали сверх плавки. Я говорил. Если сэкономим полчаса в сверх плавке. Ну разве, Федор, можно понять? Никогда не согласиться. Как у кого, Федор, у меня в мозгах уже улеглось. Не хотят и не надо, без них обойдемся. Ты во вторник? Да, ночная смена. Во, хорошо, что в ночь Савчука не будет. Конечно, да. А мы втроем к тебе придем и сварим плавку. Нехай потом злятся. Ну я пойду, хлопцы. Ну ладно. Спасибо. Дело одно есть. Знаем, знаем. Ну ты. А то не вернешься. Пошли. Зоя! Спасибо, Зоя. Федя, нельзя же так. Слушай, товарищ инженер. А ты хорошо сказал. Усталость или техническая трусость? Ну лучше про Савчука не придумаешь. Проведем плавку, я ему докажу. А ты не торопись. Твой замысел требует технического обоснования. Хочешь, я тебе помогу? Ну, спасибо, Зоя. Только мне самому все это хочется делом доказать. Ну, а расчеты потом напишу. Какой ты? Зоя. Зоя, ну не сердись. Ну, у меня душа горит, когда я вижу, как губит живое дело. Ну. К тебе потом и не подступишься. Как диссертацию защитишь. С таким защитишь сумасшедшим, когда тут все технологию ломает. Зоя, прокатимся вечерком? Нет, не могу. Едешь к Свете? Всего на один день. А в понедельник я приеду. И встретимся на том же самом месте. Хорошо? Обязательно встретимся. Светланка! Мамочка приехала. Моя хорошая девочка. Милая моя. Мамочка, у меня папа большой, как у всех девочек. Кто тебе сказал об этом? Он сказал, что мне папа разолапал мишку подарить. Значит, приезжал. Мамочка, я пойду догуляю. Мамочка, я пойду договорю. Не спишь? Все думаешь. А по-моему, вам надо вместе быть. Ведь кается человек. Горько кается. А кающийся грешник всегда дороже десяти праведников. Ой, мама. Ну, погулял. А теперь остепенился. Бывает такая порода. Хороша порода. Пусти в такое время, когда... Мужа ты всегда можешь себе найти. А отца Светланке? М? А ей отец нужен. Успи. Мамочка, можно тебя укрыть? Иди, иди, родная. Иди. Ну, скорее, скорее. Моя хорошая, хорошенькая. Залезай. Мамочка. А. Что? Мамочка. Ага. Бабушка говорит, что нам нужен другой папа. У нас же есть папа. Правильно. Есть. Ну, вот и все. Мамочка, ты со мной приехала, да? Да. Мы к папе поедем, да? Да. Мы поедем, только не сейчас. Хорошо? Опять ждать по ночам? Слышать лживые объяснения. Видеть эти невинные, кающиеся глаза, которые хотят убедить. Зоенька, не надо так. Давай начнем все сначала. Маму к себе возьмем. А? Зоенька. Зоенька. Продолжение следует... 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 Хорош Да, брат, силы у тебя хоть отбавляй Нельзя ж так Государственные имущества беречь надо Беречь Лопату сломать нельзя Государственные имущества А человека можно Такого парня довели Ты бы сходил к ней Женщина, не видать толковая Душевная С глазу на глаз С тоской оставаться нельзя Выпей Тоска, что волк Одного человека загрызает Так двум не подступится А трех прочь бежит Федя Это правда? Женя в больнице? Как он теперь жить будет? У него ни отца, ни матери Никого Один Это все ты виноват Ты Ты понимаешь, что значит не видеть света Людей Сыть Порешим так Как только Женя поправится Возьмем его к себе Вместо сына будет То есть оно теперь отрезанное ломоть Мне что ж И в доме отказывает Скоро женишься Не будет этого Почему? Лопнуло все Инженера ей нужен, батя И ты после этого плавку принял Опытную повел Да ты что ж не знаешь Что ни пьяному, ни горем пришибленному К печи подходить нельзя Да ну мне б сказал Я б за тебя отработать мог Эх, батя Куда ты на ночь, лядя? Ты что, с ума сошла? Оставь меня Сделать половину диссертации Ну это же глупо Зато честно Ну знаешь, глупость и честность иногда равнозначны А я поверила Думала, что Ты стала лучше А ты все тот же Да не придирайся к слову, Зоя Это рудимент старого Ну, любовь к острой фразе, что Затея шиболина полностью провалилась Это подтвердило правильность твоей диссертации И правильность технологий Ты же победила Неправда Победил Федор Ты должен это прекрасно понимать Если ты честный инженер Плавка шла с опережением графика Авария это просто случайность Хороша случайность А вот моя диссертация Действительно нужна только архивариусе института Я преклоняюсь перед твоим благородством Но авария есть авария Сейчас уже никто не верит в эту идею Ошибаешься У Федоров с каждым днем все больше и больше сторонников Ну хорошо, ну успокойся Ну не будем Успокой Зоя Не надо Уходи Зоя Я очень долго отвыкала от тебя Уходи Извини Ну прошу вас Пропустите Никого пропускать не верено Его нельзя беспокоить Он и так почти не спит А сейчас только-только задремал Да мне только на одну минутку Взглянуть на него А то уеду не поведав Ну что мне с тобой делать Натворил бед А теперь Субтитры сделал DimaTorzok Кто здесь Это я, Женечка Тетя Даша А еще кто? Никого Я одна Нет, тетя Даша Здесь кто-то стоит Что ты Что ты, Женечка Никого здесь нет Тебе просто показалось Я думал, Федя пришел Обиделся, вид Вот и не приходит Приходил Не раз приходил Да ведь не пускают Подвел я его Тетя Даша А теперь день или ночь? Ночь Ночь, сынок Все спят И ты усни Усни, родной КОНЕЦ Ты чего что-то сидишь? Иди спать Уеду я отсюда, батя Здесь у меня крылья подрезаны На другой завод поступлю Людей подберу Опять шаровать буду А если и там уступишься Ты побежишь дальше Не делает Иди спать Может за ночь разума прибавится Иди, иди Иди Субтитры сделал DimaTorzok Дмитрий Трофимович Я? А, Зоя Ивановна Прогуливаетесь Вы в ночную смену? Да Доброй ночи Дмитрий Трофимович Вы меня? Дмитрий Трофимович Федя В тот вечер Ошибся Ошибся, Зоя Ивановна Ошибся Но на ошибках люди учатся Он? Только вот эта ошибка Пошла ему впрок До свидания Дмитрий Трофимович Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Я, конечно, понимаю, что Очень трудно поднимать опороченную идею Но поймите Это надо Зоя Ивановна А авария? Да ведь это нелепая случайность Которая все испортила Да, и в этой нелепой случайности Никто не виноват Я виновата То есть как вы? Вы-то тут при чем? Я не смогла Удержать Шеблина Непонятно И потом Я Мы любим друг друга Но приехал мой бывший муж У нас есть дочь Понимаю, понимаю Садитесь Семья это хорошо Но только хорошая семья Зоя Ивановна Может быть вам трудно Да не в этом дело Я прошу вас помочь Не мне Шеблину Цеху Всему заводу Здравствуйте, Сергей Петрович Здравствуйте Товарищи Одну минутку Я вот тут только сейчас Зоя Ивановна Нам не помешает Мы о Шаболине По делу Шаболина Вот вместе и поговорим Ну хорошо Проходите, садитесь И вообще, Сергей Петрович Очень большой разговор есть Садись Захар Петрович Вчера в портком Вчера в портком Целый гурьбой пришли Мартеновцы Что это значит Что это значит Не подобрал ключа к людям Не сумел Попробуй подбери Шахрая беспартийный Шаболин старший тоже Что? Стой, стой Значит ты что Считаешь, что ты должен Руководить одними коммунистами? Значит ты просто не понял Что такое цеховой порторка? Порторка это Душа Цеха Совесть цеха Значит ты Душа завода Совесть завода Стараюсь, но трудно 42 цеха на заводе А у тебя один Ты каждый день можешь встретиться С каждым рабочим Каждому подход найти А ты нашел? Подождем, пока в мозгах уляжется А мы с тобой Иногда должны Эти мозги И поворачивать Не каждому повернешь Тогда к сердцу Дорогу найди В больнице было что там? Сегодня пойду Первый раз? Да, понимаешь То бюро Проводил То совещание И не надо Я сегодня сам проеду Как? У тебя же портком Ничего Перенесем портком Страшно мне, Майя Кому я теперь нужен? Я тебя буду любить Всю жизнь Как родная сестра Помогать тебе буду Не надо, Майя Как-нибудь сам Ты знаешь, Женя Если ты захочешь Меня увидеть Ты обязательно увидишь Очень хочу Знаешь как? Ну, это видишь Здравствуй, Женя Здравствуй Кто это? Савчук Играчев Как самочувствие, дружок Холерическое Вбил тебе в голову Что видеть не будет Ну, что ты Это даже не по-мужски Напрасно ты так Где, тут у него ножик Ух, тут у тебя целый склад Сейчас мы тебе арбузиком За что Федора на мусор? Хорошо отделался он Что же вам, благодарность в приказе За такое самоправство? Такую аварию допустить И ты идите по его милости Сам виноват, сунулся куда не следует А если говорить откровенно, Данила Максимович То виноваты во всем вы Тише Вы помогли ему, а? Скажите, вы поддержали его? Тише, Женя Федор же предложил такое дело Что можно было Весь Всех на ноги поднять Что это, Женя? Ну, я самому без поддержки Без подготовки Вот и завалили Не надо, Женя А вы его на мусор Не поняли вы его? Вот Да не волнуйся Ему от этого еще лучше Данила Максимович Вам лучше уйти Женька волнуется До свидания, Столивар Не волнуйся, тебе вредно Сергей Петрович Да Вы еще придете? Придем, придем Вот петух Поправляйся, Женя Воззоравливай Вернешься в цех Потолку До свидания До свидания Спасибо Это тебе Держи Ну вот Все хорошо Ну не волнуйся Все будет хорошо Нет Хотя дай Жаль парнишку Сирота Вот к чему Приводит анархия Данила Максимович Анархии могло бы и не быть Конечно Мне надо было сразу Это пресечь Да не пресечь А возглавить Что? Возглавить Возглавить? Не душу, извиня В цехе я разводить не буду Это же бредовая идея Всякая новая идея Проходит три этапа Сначала говорят, что это бред Потом вред А когда она побеждает Все кричат ура И говорят, что помогали Даю голову на ответ По этому поводу Никто кричать не вра не будет Да поймите же Нам нужен толчок в одном цехе Для того, чтобы поднять Весь завод Я натолкал на своем веку Достаточно Вот уйду на пенсию Толкайте без меня Сколько угодно Ну что ж Можем и без вас Стойте в сторонке Только потом Как вы будете людям Глаза смотреть Вы знаете Вы знаете, товарищи Чем меня подкупила Идея Шаблина В ней тесно сплетены И воспитание людей И производственный эффект Ведь это замечательно Это очень здорово Товарищи Это если хотите Подлинно коммунистическое отношение к труду Да-да Лучшее От каждого Для коллектива И лучшее От коллектива К каждому Это верно Хорошо сказано Вот если бы у нас в цехе Все это понимали Сергей Петрович А Шабалин старший Согласился Теперь все дело в шахрае Ну к нему пошел Чекин Его приятель Этот уговорит Вон отсюда И чтобы на битвы Здесь больше не было Потише, потише Я сам так умею Вон отсюда Ну я тебе покажу Как с людьми обращаться Что? Иди Агитаторщик Ну так Ясно, товарищи Договорились Значит проведем Три-четыре плавки И по цехам Будем поднимать Весь завод Сами идите к нему Тихо, тихо, тихо Объясни толком Что случилось? Пускай сам черт Нем сталь варит Это ж не человек Это теперь кровожад Вот так дружки Да нужен он нам шахрай Это же топтун Ведь у него только Одна операция Хорошо получается Да разве мы За шахраевскую операцию Боремся За самого шахрая Его нужно В люди выводить Есть еще один ход Козырным тузом Сергей Петрович Ну это По линии женской Вот так выточка пойдет Сведешь ее на нет Спасибо, Ксения Николаевна Ну я теперь уже сама Разберусь Рукав, Зоенька Аккуратнее вшивай Рукав вещь капризная Спасибо вам Ксения Николаевна Не за что Если когда что надо Приходи, всегда помогу Большое спасибо вам Ксения Николаевна Это тебе спасибо Что на старости лет Глаза открыла Да что вы, Ксения Николаевна Ну простите меня Что я вас задержала До свидания До свидания Счастливо Счастливо Изотушка Иди чай пить Что ты мне голову дуришь Ты это о чем Ксения Дома из тебя Героя строишь Я, да я А на заводе В хвосте Плетешься Это ж кто тебе напел Люди добрые Сказали Ты что же хочешь Чтобы тебе Почет домой Принесли На блюдечке С голубой Каемочкой Вот поехала Вот Не богу Купорос Тебя люди В бригаду зовут А ты что же Единоличником Хочешь быть Ну ладно Хватит Несуйся Куда не следует Замолчи То есть Как это Несуйся Мой почет Это мой почет Если тебе Своей гордости Не жалко Так ты Меня-то пожили Да ты пойми Ксения Ну зачем мне Идти в шабалинскую Компанию Мне там Учиться нечему Ведь я 25 лет Сталь варю Я крупинками Понимаешь Опыт накапливал А им сразу Выдай И положь Пусть они вот Сами понимают Что достигнут этого Ты свое покажешь Они другому научат Да нет Я не пойду Хватит Пойдешь Нужно всемирно Все временное предупреждение Честного и талантливого Инженера Ясновой А теперь Рутинер Савчук Будет глушить Всякое новаторство Ссылаясь на аварию И несчастные случаи Лихо выступили Мне никогда не приходилось Читать статьи С более глубоким подтекстом Ну каждый помогает Как может Какое бы вы хотели Занять Место на заводе Ну видите ли Вы не позволите Так прямо Откровенно Я думаю Что Мое образование Мой опыт работы В главке Позволяет мне Надеяться Так сказать Ну понимаете Понимаю Понимаю А теперь давайте Шаблина Вы разделали Подарек Потому что почувствовали В нем Своего соперника Даже Подпись Продумали Но это же бездоказательно Вы просчитались Идею Шаблина Мы поддержим Савчука Никто С завода Увольнять Не собирается Это уставший Но это Честный человек Партия За такие Проступки Не наказывает Она помогает Исправлять Их Вот вы и останетесь Работать под началом Савчука Не бойтесь Он вам Мстить не будет Это не тот характер Проходите Зоя Ивановна Вот Зоя А вот Объясни Пожалуйста Сергею Петровичу Что наше с тобой Отношение Подлец Я могу идти Товарищ секретарь Да Идите Садитесь За Ивановну До свидания Пишите Обязательно напишу А Шабалин Ну не поминай Лихом Уезжайте Да Вот обходной Менять здесь Все надо Менять Ну Будь здоров Послушай Шабалин Хотел тебе сказать Знаешь По-мужски Не связывайся Ты с этой Ясновой Такая женщина Как твоя отца Сегодня ты А завтра А Будь здоров Электромонитор Ковалев Подойдите К восьмой Печень Батя Не ругайся Ты чего ж Медька Паздывает Да понимаешь Приятеля Встретил Ну Пришлось Поговорить по душам Ну что Можно начинать Чего начинать Этого нет Как его К Шахрая Чертям Шахрая Обойдемся без него Ура Ну начали Федор Эх Как хочется Быть со всеми Вместе Пробу брать Вы знаете Тетя Даша Когда смотришь Через синее стекло На искры Кажется Что Что небо В звездах Довели тебя Эти звезды Эх Тетя Даша Нет у вас Вкуса К металлу А из него Ведь все происходит Вот Вымпел На луну Забросили А кто Его туда нес Металл А межпланетные корабли Из чего будем строить Из металла Полетим на Марс На Луну На Венеру Ты-то полетишь Я-то уже отлеталась Может быть и я не полечу Снимут повязку И вдруг Чернота Чернота Смотрите продолжение в следующей серии. 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 Так это же не по инструкции. Эй, по инструкции. А ты не кипятись. Получится хорошо, подправят инструкцию. Диспетчер, восьмой начала завалку. Понятно. На одиннадцатой печи углерода 0,70, марганца 0,19. Разливочный пролет. Готовьте ковши для одиннадцатой. Почему на шестой задержали выпуск на час? А там вместо столевара подручный стоит, а Сопрыкин на опытной. Вот вам результат. Ничего, ничего. Хочешь выиграть в большом, иногда приходится поступиться в малом. Как там у них разливка? Катенька, коллективно опытную расплавил. Доводку повел в Шахрай. Быстро. А удивляться нечему. Каждый ведет ту операцию, в которой достиг совершенства. А потом придет время, и каждый будет вести так. Все операции. Опять упорожаем график. На всех операциях сэкономили 44 минуты. Пускай! СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ты уезжаешь? Да Надолго? Не знаю Может быть навсегда Неужели тебя здесь ничто не удерживает? Зоя, ну ты не можешь так уехать Почему? Федя, скорее в больницу Там Женя повязку снимает Поедем вместе Учти, Женя, в палате темно В первый момент ты не увидишь Доктор, ну как? Не волнуйтесь, пока ничего не известно Не волнуйтесь Да не волнуюсь я По-человечески не можешь ответить Не надо Не надо Не вижу Не вижу Федя! Женя! Женя! Федя! Женя! Женя! А завтра мы еще лучше сварим Я маленько просчитался Ну ладно, ладно, не скромно И завалку по-новому попробуем А что, если мы вот так вот недельку поработаем, а? А потом махнем на другие заводы Ну что ж, неплохая мысль Это дело Людям свою работу покажем А и к ней посмотрим Это дело, верно А и в нашем цехе есть глубины неизведанные Есть, где понырять Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok